Всем здравствуйте! Приветствую вас на первом ролике нашего трактата, который мы с вами будем изучать. Трактат Эрмиса Трисмегиста, который называется Пимандрис. И я надеюсь, что сегодняшнее занятие, как и все последующие, в первых заставит вас немножечко поразмыслить, по крайней мере профилософствовать и пропустить информацию через себя. То есть вообще все философские понятия, мы их не только воспринимаем как за чистую воду, а задача, знаете, как это называется, конфетку долгоиграющую, когда ты кладешь на язык, ты хочешь ее обыграть, чтобы раскрылся вкус ее. Либо такое бывает, насколько мне известно, я не пью, но насколько я слышала, что когда дегустируют вины, то есть глоток, и вот прокручивают по нему, по языку, чтобы понять, чтобы раскрылся вкус, чтобы раскрылся запах, вот что-то такое. Поэтому все философские понятия, они примерно такого формата, то есть ты их не глотаешь, как за чистую воду. А задача подумать, с одной стороны, с другой стороны, моя задача данной информации, передать вам ее, постараться передать достаточно понятным языком. Задача для меня на самом деле большая, потому что, как я говорила в вступлении, переводить с одного языка на другой сложно. Если вы владеете, например, двумя языками, да, двумя-тремя, то четко можете в своей голове понять, что когда ты разговариваешь на одном языке, ты думаешь на этом языке, когда ты разговариваешь на другом, ты думаешь на другом. И вот это перемещение, оно не бывает. Есть четкое разделение. Сейчас я разговариваю на одном языке, а сейчас я разговариваю на другом. И когда ты разговариваешь на одном, тебе понятно, но перевода вот этого с языка на язык, он не происходит. То есть такое ощущение, что вот одна личность мыслит на одном, а другая на другом языке. По крайней мере, у меня такое бывает. Поэтому давайте посмотрим, что из этого получится. Значит, согласно Гуглу, если интернету, насколько можно верить, то данный трактат был написан, как я уже говорила, в вступлении, в третьем веке. И непосредственно, исходя из текста самого трактата, мы будем понимать, что диалог ведется между Эрмисом Трисмеистом и Пимандрой. Кто это, кто эти герои, мы поймем, когда будем интерпретировать непосредственно сам трактат. Я, как говорила и в вступлении, буду зачитывать сначала на древнегреческом, потом на классическом греческом, после этого я буду переводить. То есть это все будет частично. Если кого-то это будет напрягать, ну здесь я даже не знаю, я не могу вам даже поставить тайм-коды, что вот здесь я буду говорить на русском. Просто слушайте, да, вот как, я не знаю, ну если вы не знаете, например, английского языка, да, и смотрите вот фильмы с субтитрами, ну, надеюсь, вас это не раздражает. Хотя, с другой стороны, просто интересно, любопытно послушать. Это я озвучиваю по причине того, что я очень переживала, да, на этот счет, как это будет выглядеть, нужно это или не нужно. Вот, но мои личные субъективные сомнения, они, как правило, всегда бывают лишними, поэтому я решила так сделать, кому понравится, окей, кому не понравится, я словлю критику. Ну, что поделать. Ну, вот такая вот у меня задумка, да. Как говорится, я художник, я такое видел. Помидорами прошу не бросаться. Хорошо. Итак, приступаем. Значит, текст третьего века, диалог, диалог двух главных героев. Текст состоит из 15 пунктов, абзацев, если так можно сказать, да, разделенные. Некоторые из них достаточно большие. Большие – это, значит, сложно составляющие предложения, потому что, как правило, ну, макс может быть два предложения. Одно предложение такое вот большое, вот прямо на целый абзац, то есть прямо вот на 4-5 строчек, чтобы вы понимали в текст, вот такое вот одно большое предложение. И при этом оно не просто там все нагромождено, да, а структурой его вот прям такое вот ощущение, что очень-очень хорошо складывается, да, чисто грамматически. Итак, сегодня мы, наверное, разберем первый и второй, если успеем, да, либо только первый, а в следующий раз уже второй. Все будет зависеть по времени, да, то есть мне важно в течение, ну, макс 30 минут, опять-таки, макс, может быть, где-то и меньше будет, уложиться по времени. Информацию, как я говорила о выступлении, я взяла с ролика писателя и исследователя греческих трактатов либо письменности Йорго Шкараламбидис, автор, и я их перевожу, и он условно разделил вот эти вот абзацы, да, как заголовки каждому абзацу. На самом деле заголовок нету, но для понимания. Итак, первый абзац, опять-таки, абзац – это условно, потому что там есть части, которые разделены. Он назвал парение души и что происходит во время медитации. Причем, смотрите, интересно, сразу скажу, слово медитация. Когда мы говорим медитация, нам непонятно, ну, просто слово-то нам понятно, потому что мы уже его знаем. А смысл, да, что такое медитация, нет. Вот в греческом языке, когда я говорила в прошлом ролике вступительном, я говорила о том, что была такая профессия, которая придумывала название слова. И смысл был такой, чтобы само слово давало пояснение своей функции, своей природе, своей задачи. Так вот, медитация на греческом языке, причем очень интересно, что медитация существовала еще в то время, когда писался данный трактат, то есть это третий век, да, а к нам, по крайней мере, ну, вот я о себе буду говорить, да, я о медитации, например, узнала, ну, условно говоря, в 20 веке, да, потому что я уже, мне кажется, слишком стара, что живу в двух веках, да, в 20 и в 21. То есть я хочу сказать, что, когда мы говорим о медитации, у нас идет понимание востока, да, ну, то есть где-то там Индия, Китай, возможно, да, где-то там Япония, то есть восток, что медитация приходит с востока. Так вот, здесь, скорее всего, немножечко даже, не столь даже ошибочно, я не могу сказать, я просто показываю, что есть и другая часть, что, скорее всего, не то, откуда, кто является родителем медитации, а что медитация была еще и в третьем веке, и в Древней Греции. Так вот, слово медитация на греческом языке, она звучит как диалогизмоз, диалогизмоз, а русское понимание медитации, вот это вот слово диалогизмоз, оно очень близко к слову, к русскому диалог, да, диалог, то есть через слово, я беседую, используя слово. И вот медитация называется диалогизмоз, то есть там, где мы используем логистику, то есть логическое, да, какое-то вот мышление, то есть, скорее всего, когда и плюс ко всему присутствует этот диалог, но с кем, да, мы не в своем уме сами с собой разговариваем, а с кем мы ведем этот диалог, что такое диалогизмоз. То есть, с одной стороны, мы можем сказать, что это слово может обозначать, то есть через, используя логистику, то есть логическое какое-то мышление, что-то мы можем делать, а с другой стороны через диалог. То есть, само слово, оно нам дает понимание того процесса, который мы будем совершать. Поэтому в первой части у нас будет упомянуто непосредственно о парении души, о метеоризмозе психиз, да, она же называется, и что происходит во время медитации. Итак, боже, мне страшно. Хорошо, давайте приступим. Значит, я читаю вам первый абзац, чтобы вы поняли, и это все одно предложение. Мой древнегреческий вообще корявый, и вы это сможете понять по тому, как я буду это читать на древнегреческом, а потом на классическом. То есть, на одном языке, так знаете, так спокойно, легко, а на одном как-то вот корявисто. Итак, «Эννοιας μη ποτέ γινωμένης, περί των όντων και μετεωρισθήσεις, сложνεται, как я слово, μης της διάνοιας φοδρά, κατασχεθέσσον μου των σωματικών αισθήσεων, καθάπερ ή ύπνο βεβαρημένη, εκ όρο τροφής ή εκ κόπου σώματος. «Εδοξά τίνα υπερμιγέθη, μέτρο, απεριόριστο, τυγχάνονται, καλήν μου το όνομα, και λέγοντάμε, τι βούλε ακούσε και θεάστε, και νόήσας μάθε και γνόνε». Это всё был один абзац и одно предложение. Сразу скажу, коряво, как могу, ну вот действительно сложно. Теперь мы будем брать по частям, несколько-несколько слов, в противовании того, что это вот всё было одно предложение, и разбирать смысл непосредственно. Итак, первые у нас там выходит, ну, примерно 8-7 слов, на классическом греческом, они звучат следующим образом. сам текст начинается с того, что говорит, «Каждый раз, когда, когда рождается желание на эсерту войти в поиск очень глубокого смысла моего существования, автопукану, то, что я делаю, это на нипсону ты психиму, возвышаю свою душу, месса аптосомому, через тело, то есть внутри своего тела, таким образом, что получается вот это вот парение, да, души. Эти поэдья неаму набури плеон, таким образом, что мой ум, разум, скорее всего, смог работать с тусино лотис с фудройта неистово, то есть в чём заключается смысл? Гермес начинает говорить о том, что каждый раз, когда, ну, то есть у него появляется какое-то время, либо у него рождается желание, да, найти ответы на какие-то свои очень глубокие вопросы, он занимается, ну, если проще говоря, да, медитацией. Это чтобы вот нам было понятным языком. Внимание! На что мы здесь обращаем внимание? На то, что поскольку все вопросы есть внутри нас, и ответы на эти вопросы тоже есть внутри нас, то всё, что он может, Гермес ответит на какие-то вопросы самостоятельно, да, то есть найти извне какие-то источники, он это делает. Но есть какие-то очень глубокие вопросы, на которые он не может найти ответы вовне, то есть нет такого человека, нет того источника, нет такой информации, откуда бы он смог черпать ответы. и единственный источник таких глубоких философских понятий, да, своего собственного существования, как он тут пишет, это обратиться к медитации, то есть погрузиться внутрь себя. Для нас это, вот эта вот часть, она сразу показывает нам то, что есть какие-то вопросы, которые мы должны задавать сами себе, не слушать от кого-то, то есть нету наставника, который даст мне ответы на вопросы, то есть это очень глубокая задача каждой души найти ответы самостоятельно, то есть не то, что иногда пишут в комментариях, а как вот это, а как вот это, так вот в этом-то и заключается, то есть хочу понять, вот с чем связан мой вот этот опыт, вот это, подскажите. Вопрос не в том, что подсказать, а вопрос в том, что эта подсказка, она будет внешне, она не будет ваша, то есть урок в этом и заключается, что мы должны самостоятельно найти ответы. первый момент второй момент ответы на глубокие философские вопросы мы находим внутри себя но внутри нас должно быть что-то что должно быть больше нас самих как таковы до чтобы нам дала это ответы то есть не в уме мы ищем ответы а это должно быть какая-то иная сила какое-то иное состояние которое смог в котором мы смогли бы найти ответы потому что если это был бы наш ум да то мы как бы уже нашли этот ответ если мы ответ до сих пор не нашли значит мы его еще мне в уме это должно быть что-то иное то здесь сразу нам идет показатель да то есть гермес он тоже занимался поиском до себя вот это вот философской своей сути и далее он что пишет то есть когда я хочу найти ответы на такие глубокие вопросы до касательно существования то есть настоящий смысл прагматику лого тыс и парксизм то есть настоящий смысл моего существования многие из нас задаются таким образом а нафига я вообще живу а кто я такой вот эти вопросы вы не найдете нигде и ваш ум не найдет нигде только внутри себя и дальше он пишет то что я делаю это они псонут и психи ему то есть поднимаю в прямом смысле свою душу месса что самому внутри своего тела то есть есть где-то душа которая должна внутри нашего тела подняться эти остына метеоризит и то есть таким образом чтобы было ощущение паренья эти путь я не ему чтобы мой мозг смог плеон на литургии систо сильно локис водород и тастись то есть неистово здесь идет как раз описание как мы входим в состояние медитации то есть с одной стороны наша душа должна быть такой легкой легкой то есть должно присутствовать такое ощущение паренья ваше внутреннее ощущение паренья некой легкости да и при том при всем тело оно должно быть тяжелым когда я обучалась магии наш учитель говорил о том что очень долгое время изучал медитацию и примерно лет девять вообще никак не получалось либо семь либо девять так вот смысл заключался в том что когда ты если ты в лежачем состоянии да действительно практикуешь медитацию тело это состояние во первых она очень напоминает смерть а мы знаем что при смерти тело у нас вообще никак не работает да ну то есть нету никаких функций и присутствует полная расслабленность как мы понимаем что полная расслабленность именно в момент смерти происходит это тогда когда происходит например опорожнения так как а мышцы уже ничего не сжимаю да они полностью расплавлены то происходит даже такие моменты что происходит полное опорожнение если кишечник был еще заполнены на вот этот вот последний выдох условно говоря который присутствует и и тело становится тяжелым так вот а мой учитель по магии говорил что первый признак того что ты входишь правильное состояние медитации это когда ты не чувствуешь свое тело абсолютно она бетонная внимание бетонная тяжелая она не подъемная это даже не как сонный паралич когда ты не можешь ничем подвинуться по папу ну двигаться подвигать это возможно будет такое состояние как ну когда человек овощи да когда сознание есть а тело вообще никак не может подвигаться то есть показатель расслабленности когда действительно человек полностью расслаблена в медитацию должен быть полно расслаблен 1 у нас появляется вот это вот тяжесть в теле на то есть неподвижность мы мы не можем ничем двигать даже не дергать у нас здесь то там нету каких-то мы его не ощущаем то есть он тяжелая и вот в этот момент до душа начинает подниматься то есть появляется вот это вот легкость парения ощущение парения то есть опять таки с одной стороны тяжесть а с другой стороны то есть это одновременно вот это вот легкость парения это вот как раз таки показать, и это происходит внутри. Поэтому и говорится, что внутри нас душа поднимается, она как будто бы парит, она становится легкой. Опять-таки во многих описаниях мы слышали о том, что когда настанет судный час, или как он там называется, когда будет высший суд, то будет вот это взвешивание на весах, что душа должна быть легче перышка, то есть на одну чашу весов будет ставиться перышко, а на другую душу. Так вот, душа, она должна быть легче, чем само перышко, то есть о какой легкости. Безусловно, в этом понимании здесь говорится об отсутствии грехов, что вот она чистая и так далее, и так далее. Но мы это рассматриваем сейчас с точки зрения парения. И одно из важных моментов медитации, это вот как раз-таки парение. Но у нас есть еще и другой момент, с которым в дальнейших абзацах мы встретимся, когда говорит о том, что наш, условно говоря, вьяния, здесь подразумевается как наш разум, мозг. Здесь я не могу вам найти какое-то конкретное слово, но вот что-то приблизительное, вьяния, то есть ум начинает работать неистово. Что это значит? Опять-таки, когда мы находимся, у нас происходит осознание, момент осознания, это энергия, она очень скоростная. Вспоминайте, когда вы сидите в поезде, вот он начинает только двигаться. Мы смотрим в окно, и мы видим одно дерево, другое. По мере того, как набирает скорость сам поезд, мы видим, что деревья, да, то есть ускоряются, и деревья начинают проходить очень быстро, и когда быстро двигается уже поезд, то скорость такая, что вот мы просто видим, что-то такое мерцает. Но мы четко понимаем, что это деревья. Это метафора, это и есть процесс осознания, то есть это вот огромная скорость. Сознание – это огромная скорость. То есть на том уровне, где происходит непосредственно сама медитация, когда мы можем общаться с нашими учителями с тонкого плана, когда мы можем общаться с нашим Высшим Я, а здесь речь идет непосредственно, в дальнейшем мы это увидим о Высшем Я, то есть Низшее Я. Опять-таки, на курсе Древа Жизни я про это рассказываю, показываю непосредственно, что Низшее Я называется еще Личностью. Это та часть нас, которая умирает. Высшее Я – это та часть нас, которая не умирает и перерождается. Например, в Аркане Смерти, опять-таки, возвращаюсь к Таро, нарисован и изображен скелет. Так вот, скелет – это и есть наша индивидуальность, та, что не умирает. А вот эти доспехи, либо тело и так далее – это Личность, это то, что умирает. И вот метафорично было изображено о том, что у человека в Аркане Смерти должно произойти переосознание, да, то есть убрать вот это вот все лишнее, да, все, что связано с Личностью, все, что связано с Эго, все, что связано с нашими убеждениями, пониманиями, восприятием и так далее. И так далее – оставить ту суть, которая не умирает, та, что знает истину. То зерно, которое присутствует. Так вот, возвращаясь к этому моменту, когда мы находимся в состоянии осознанности, а это когда уже появляется, мы вошли уже в состояние медитации, то здесь у нас что появляется? Огромная скорость. Огромная скорость обработки, в данном случае, информации. То есть мы как будто бы в этом поезде сидим, едем, вот мы видим, что-то проходит, мы различить конкретно не можем, но мы четко знаем, у нас есть вот это вот яснознание, что это дерево, там еще одно дерево. Пускай мы не можем различить четко, там это береза, это там ель, либо еще что-то. Мы понимаем, что вот здесь вот проходит, мы улавливаем, да, то есть мы понимаем здесь обработка скорости. И вот когда как раз-таки наше влияние, как говорится в тексте, начинает работать неистово, то есть вот про это и говорится, То есть скорость обработки информации в данном случае, она моментальная. И это очень-очень важно. То есть это то состояние, в позже абзацах будет пояснение про это, когда полностью отсутствует время, когда соединяется. То есть все, что реализовывается, реализовывается в моменте сейчас. То есть я подумал, сделал, то есть сразу проявилось это, подумал, я сразу проявилась. Вот в этом состоянии, я вам составляющие разные показываю, это и есть то состояние медитации, в которое входит непосредственно наш главный персонаж. И далее в тексте будет еще очень много пояснений непосредственно о медитации. Мне кажется, что если внимательно слушать, то по крайней мере будут некие такие подсказки на этот счет. И это все, что я вам сейчас рассказывала, это всего лишь одна строчка из четырех первого абзаца одного предложения. Чтобы вы понимали, как это вот в интерпретации, это очень важно. То есть если на русском языке читаете, то, что я сейчас говорю, вообще такого не будет, вы не поймете. Дальше.